Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем читать книгу пророка Михея. И на очереди у нас очень важная четвертая глава. В этой главе продолжаются пророчества Михея о Вавилонском плене, а также о тех временах, которые наступят после плена, как в ближайшей перспективе, так и в отдаленной мессианско-эсхатологической. И будет в последние дни. Вот это в последние дни – это день Господень, также у других пророков. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. Гора Дома Господня – это та гора, на которой располагался Иерусалимский храм. Как первый храм Соломонов, так и второй храм, построенный уже вернувшимися из Вавилонского плена иудеями. И пророчество продолжается. «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его». Здесь говорится о том времени, когда все народы придут, стекутся к Иерусалиму, ибо дальше говорится «От Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима». Тора выйдет из Сиона, от Сиона. Мицион, Тора, Теце. И Слово Господне из Иерусалима стоит в параллельной фразе к предыдущей. Эти времена, мессианско-эсхатологические, о которых говорит пророк Михей, во всей своей полноте еще ждут своего исполнения. Эти пророчества ждут своего исполнения. Но начали они исполняться, когда воплотился Сын Божий, и родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме. Об этом мы будем читать в следующей, очень важной также пятой главе. Вот здесь говорится о том, что все народы перестанут блуждать по своим путям. Они отставят своих идолов, отвергнут и стекутся к горе Сиону, к Иерусалиму, туда, где Святой Град и где Дом Господень, и где происходят самые главные события не только для израильского народа, но и для всего человечества. Не случайно Иерусалим называется Святым Градом. Святой – это значит отделенный кадош, а Град, отделенный от всех других городов, его этот город, Святой Город Иерусалим, отделил для себя Господь. Это его Господний Город, Град Божий. Здесь в этом пророчестве звучит то же самое, что мы читаем в книге пророка Исаии. Следует заметить, что у Михея достаточно много, много параллелей с Исаией. Они были современниками. Только Исаия жил в Иерусалиме, в столице Иудейского царства, а Михей был, если так можно сказать, провинциалом. Он происходил, как мы уже говорили, из селения Морешет или Морешет-Гат, или Мореша. Разные названия. По всей видимости, одного и того же селения в долине Шфела между современным Иерусалимом и современным Аждодом, может быть, или Тель-Авивом. Народы эти стекаются на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. Иаковлева, то есть Израиля. Иаков и Израиль – это два имени одного и того же народа, народа израильского. Когда-то на всей земле был один-единственный человек, который поклонялся истинному Богу, поклонялся Всевышнему Творцу неба и земли. Это был Авраам. И когда-то был поставлен в Святой Земле первый жертвенник. Об этом мы читаем в 15 главе книги «Бытие». После многих-многих поколений, веков, и дало поклонство, которые были до Авраама. Авраама первого призвал Господь, он оставил своего отца, отечество свое, идолов своих родовых, и пошел туда, куда его позвал Господь. Пошел в ту землю, которой впоследствии из Ханаана суждено было стать святой землей, землей Израиля. Сегодня, пожалуй, две трети населения земли являются единобожниками. То есть отвергли своих идолов, как когда-то Авраам, и стали служить Богу. И если не физически, то духовно они взошли на эту гору Сион, получили закон и Слово Господне из Иерусалима. Так называемые авраамические религии, в которую входит и наша, христианская, это уже те народы, которые уже взошли. Но окончательно это пророчество еще, видимо, ждет своего исполнения в той эскатологической перспективе, в те так называемые последние дни, как здесь говорится в начале 4 главы, и будет в последние дни. Тогда уже все народы, сколько их есть, тысячи народов, населяющих нашу планету, отвергнут свои заблуждения, своих идолов, и будет единая вера, единая вера в Бога и Христа Его. Читаем дальше. «И будет Он судить, то есть Он, то есть Бог, и будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на Орала и копья свои на серпы, не подымет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». То же самое мы читаем во второй главе книги пророка Исаии. Почти полностью буква в букву совпадают эти пророчества. Отдельные, может быть, какие-то черты, текстуальные, не совпадают. Есть какие-то мелкие, совершенно незначительные различия, но, в общем-то, это одно и то же идентичное пророчество, что и у Исаии. Кто, кого цитирует? Исаия, Меху, Меха, так звучит имя нашего пророка, она более точно на еврейском языке, или Михей, Меха, цитирует Ишаяху. Праздный вопрос, ответа на это не получим. Они были современниками, возможно, они были знакомы друг с другом и с пророчеством, которое они произносили, один в Иерусалиме, другой в Мурешите. А, быть может, не цитирует ни Миха и Ишаяху, ни Ишаях и Меху, а просто им ведь могло быть одновременно дано от Всевышнего одно и то же пророчество теми же самыми словами. Они ведь не свои слова изрекают, но так говорит Господь. И дальше изрекают божественное слово. «Каждый», читаем в четвертом стихе, «будет сидеть под своею виноградную лозою и под свою смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Эсхатологическое время, последние дни, характеризуется у пророков тем, что будет восстановлено и единство народа, и город, и храм, и вся страна Израиля, Святая Земля будут благоденствовать, будет время невероятного изобилия, благоденствия, счастья, долголетия, в общем, то, что мы называем благоденственное и мирное житие. И никто не будет лишен этого благоденственного и мирного жития из тех, кто притек к горе Сиону, как мы читаем выше. «Мечи свои тогда все народы». Именно о всех народах идет речь во втором стихе. Вот в третьем стихе эти все народы, они, как и у Исаии во второй главе, перековывают мечи свои на орала, то есть на плуги, на лемехи плугов, а копья свои на серпы. Здесь в еврейском тексте присутствует термин, который можно перевести также «садовые ножницы». «Перекуют свои копья на садовые ножницы». Не будет больше военных училищ, военных академий, люди не будут больше учиться воевать, будет мирное и благоденственное житие. И каждый будет сидеть под своей виноградной лозой, под своей смоковницей. То, что отобрали когда-то вавилоняне, все эти сады вновь вернутся, и у каждого будет своя смоковница и своя виноградная лоза. Очень часто эти образы присутствуют и у других пророков, и не только у пророков, но вообще в Священном Писании. Такое безмятежное время под руководством Мессии, когда единый Бог и единый Мащех, единый помазанник Его, единый Христос, и нет больше врагов, мир, и каждый наслаждается мирным и благоденственным житием. Ну, а дальше пророчество продолжается, и уже не столь оптимистично оно звучит. «Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога». То есть во время пророка, во время, когда жил пророк Михей, все народы еще ходили во имя своих богов. Ложных, конечно же, выдуманных, те, которые часто называются суетой в Священном Писании, ходят вместе со своими суетными богами. Об этом мы можем сказать и сегодня, что во многом это так. остались народы идолопоклоннические. Да и, к сожалению, следует сказать, что на втором тысячелетии истории Руси в наши дни, в 21 веке, к сожалению, остались и среди нашего народа те, кто ходят, те, кто не притекли к горе Сиону и не научились из Иерусалима закону Господню и не приняли Христа, а ходят еще по путям ложным. Ходят, как здесь сказано, во имя своих богов. У каждого свои боги. Покойный Иосиф Кобзон, например, говорил, что его мама для него является единственным божеством, в которое он верует. Несчастный. А мы, говорит пророк, будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. Противопоставление. Пусть все народы ходят ложными путями. Когда-нибудь в отдаленном будущем они придут к Богу, они придут к Сиону, они научатся Торе Господней. А мы уже сейчас, говорит Михей, за себя и за свой народ иудейский, мы сейчас, говорит, уже будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. Блаженны те, кто ходят пред Богом, а точнее с Богом, как Енох, как Илья, как Михей, даже в самые трудные времена, когда государственная политика Израиля или Иудеи была идолопоклоннической, эти пророки и часть народа, не преклонявшая колен пред Ваалом, как сказано в книгах царств, ходили во имя Господа Бога своего. Ходили во имя того, кто сотворил небо и землю, кто призвал Авраама, кто вывел из земли египетской свой народ, кто под руководством Иисуса Новина вел освободительные от Хананиян войны, насадил Израиля словно плодовитую виноградную лозу в той земле, которая поэтически называется землей, текущей молоком и медом. Вот там, в святой земле Израиля, пророчество от Михей изрекает свои пророчества. Пророчества – это не всегда радостные, не всегда такие торжественные, как в первых стихах 4 главы, которые мы читаем. «В тот день», читаем в 6 стихе, «айом агу» – это то же самое, что «день Господень». Этот термин «в тот день» встречается чаще, чем термин «день Господень». День Господень, «йом» плюс тетраграмма здесь называется «тот день». Это то же самое, что последние дни 1 стиха. Так вот в тот день, в день мессианско-эскатологического будущего, в день реставрации, восстановлений, этот день может быть растянут, растянут на века и даже тысячелетия. Тот день начал сбываться, когда народ возвращался из Вавилонского плена. Его сбытие, если можно так сказать, совершение продолжилось в христианские времена, во время земной жизни Спасителя, его Рождества, смерти, воскресенье в апостольский век. Продолжается этот день и сегодня. День этот во всей своей силе, полноте, торжестве наступит в ближайшем будущем. Апостол Петр в своем послании говорит «близо к всему конец». То есть совсем скоро наступит этот день. Но вот прошло уже две тысячи лет со слов Петра, а день этот так и не наступил. Вернее, он частично наступил. Какие-то пророчества, связанные с Днем Господним, с тем днем, с последними днями, они уже исполнились. Исполнились в событии Христа во время Его первого пришествия. Окончательное исполнение и полное свершение, когда будет единый Господь, единая вера по всей земле и единое Царство исполнится в будущем. Но перед этим пройдут века, для Михея века, для нас, может быть, не успеет окончиться сегодняшняя запись, как уже наступит окончательное исполнение того дня. Мы не знаем, нам не полезно знать, ни ангелы, ни сын человеческий даже не знают о временах и сроках. О временах и сроках, пишет апостол, нет нужды писать вам, братья. Мы должны каждый день нашей жизни жить, как последний день. Всегда быть готовыми к встрече того дня, о котором пророчествуют пророки и говорит сам Христос в своей проповеди на Масличной горе, в своей эскатологической проповеди. Мы исповедуем это грядущее Царство Господне, грядущее во всей Своей силе и славе, исповедуем Его, включили это исповедание в свой наш христианский символ веры, и мы ждем и чаем того Царства, которому не будет конца. Мы Его уже провозглашаем, мы Его уже благословляем, это Царство, этот День Господень. Говорим благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, мы ждем этот день и мы к нему готовимся, как готовимся к самому важному, к самому светлому дню нашей жизни. Если даже наша земная жизнь окончится до наступления Дня Господня, мы верим, что Господь воскресит нас для встречи этого торжественного дня. «В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие». Бедствие, беду или зло, по-разному переводится этот термин еврейский. Здесь через бедствие. Имеется в виду вавилонский плен, о котором пророк пророчествовал и выше, во второй главе, в других главах и будет еще пророчествовать. Как бы здесь переплетаются, пересекаются два разных пророчества о вавилонском плене и о возвращении из плена и восстановлении того царства, которое для пророка не подразделяется на какие-то периоды, как для нас, когда мы ретроспективно смотрим на уже историю, которая протекла от Михея до наших дней. Для него в единой перспективе часто предстают разные события и как единовременные. Это характерно для пророков. Они видели разные события, совершающиеся в один и тот же день. И часто две или три перспективы сливаются в одну. И поэтому, если пророчество какое-то исполнилось, это не значит, что оно не исполнится еще раз. Оно может исполниться вновь, потому что оно исполнилось частично. Вот возвращение израильского народа из плена под руководством Зарававеля и Ездры произошло давным-давно. Произошло важное, самое, пожалуй, важное событие в истории человечества — Боговоплощение, рождение Мессии, Сына Божия в Вифлееме, о чем пророк Михей также пророчествует. Ну и произойдут те события, которые у пророков называются тот день, последние дни или День Господень. И то, и другое, и третье у пророков сливаются порой в единую перспективу, но когда проходят поколения, проходят века, тысячелетия, то эти события раздвигаются, расширяются и осуществляются постепенно, совершаются. Так вот, здесь израильтяне названы хромлющим остатком, далеко рассеянным сильным народом. Сделаю далеко рассеянное сильным народом, говорит пророк. Соберу хромлющее, такое выражение есть у других пророков. Действительно, можно сказать, что народ вернется несколько, испленно несколько хромым в духовном смысле, да и в физическом, вернутся лишь остатки народа. Здесь остаток, очень важное понятие библейское, используемое и у других пророков. Остаток, благословенный Богом, это те, кто не погибли ни в огне вавилонского нашествия, катастрофы 586 года, не ассимилировались в вавилонском плену, а те, кто вернулись, возвратились в Иерусалим, это благословенный остаток Господень, и от этого остатка родится Мащея, родится Мессия, Господь наш Иисус Христос. А ты, башня стада, холм дщери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство, к дщерям иерусалимским. В полноте это пророчество тоже ждет еще своего исполнения. Это мессианское пророчество, пророчество о царстве. Царь Иудейский Господь наш Иисус Христос не был принят, он был отвергнут во время своего первого пришествия. А вот его второе пришествие уже будет не таким. Оно будет во всей силе и во всей власти. И тогда не останется больше на земле царств-государств, но будет единое царство Господа и Христа Его. И вот это царство здесь пророк провозглашает, проповедует и о нем говорит. Опять имеется в виду Иерусалим, Сион, Святой Сион, Царство, Господне Владычество. И дальше пророк обращается, обращается к своему народу. Для чего же ты ныне так громко вопьешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающие? Пройдет какое-то время, и у иудейского народа не станет царя. Последний царь, последний помазанник на престоле Давида, последний Мессия Давидит умрет в плену вавилонском, его дети будут ослеплены на его глазах, а весь дом его, весь двор его, и все вельможи, и вся знать, вместе с ремесленниками уведены будут в вавилонский плен, и там умрут. Вернутся и в потомки, возвратятся по окончании этого 70-летнего вавилонского плена. Часто муки, схватывающие рождающую на свет младенца женщину, этот образ этих предродовых мук используется часто пророками для описания невероятной тяжести, невероятных трудностей, испытаний, в котором Господь подвергает свой народ. Часто эти испытания обрушиваются на народ как наказание за грехи, отступление от завета с Богом, заедало поклонство, за социальную несправедливость в израильском обществе. Тяжкое наказание, вавилонский плен, еще более горькое, чем плен, пожалуй, это разрушение Иерусалимского храма, его сожжение вавилонянами, и вот это скитальчество, когда Израиль лишился всего, лишился последнего клочка земли и вынужден был провести не одно, а несколько поколений вавилонском плену, это все было промыслительно, все в руке Божьей, и Господь это попустил, и Господь навел вавилонян на Израиль, и израильтяне оказались в плену, для того, чтобы из плена они вернулись уже другими. Действительно, когда мы читаем о послепленной истории Израиля, мы не видим у него больше тех искушений, какие посещали его до этого, будут другого рода, другого вида искушения, а вот искушений долопоклонствам уже не будет. Во времена Захарии, Агея, Малахии, пророков, послепленных, во времена Зарававеля, Ездрани, Нехемии, мы не читаем о том, чтобы Израиль был уличаем выдолопоклонствием, а вот у всех пророков допленных и времен Вавилонского плена эти обличения выдолопоклонствия своего народа, народа израильского, они присутствуют. Этот плен был прививкой израильтянам, прививкой против этой заразы, идолопоклонства, и почитания ложных богов и поклонению единому истинному Богу недолжным образом. Есть два аспекта у того, что называется Авода Зара или идолопоклонства. Это, во-первых, почитание Всевышнего Бога, Творца Неба и Земли, Бога Авраама Исаака Иакова, Бога Моисея, Бога пророков, почитание его недолжным образом, как, например, сооружение в качестве пьедестала для подножия ног его истуканов, тельцов, что сделал Иераваам Первый в Израильском Царстве, или другие какие-то недолжные формы почитания. Это один аспект. А второй аспект – это, собственно говоря, грубое идолопоклонство, когда уже почитается не сам Господь, а вместе с Ним, наравне с Ним почитаются другие вымышленные, выдуманные божества Ваал, Астарта, Малох и и же с ними. Продолжаем читать четвертую главу книги пророка Михея. Башня и стадо, которые мы только что прочитали в восьмом стихе, называется здесь тоже Иерусалим, Сион, подобно старожевой башне, старожевой башне пастушеской, в которой прибывает пастух во времени погоды, пастух, который пасет стадо, овец, например, мелкого рогатого скота. Здесь ведь и сам Господь часто уподобляется пастырю. Господь пастырь Израиля. Пастырь Израиля в Нимли, читаемый в псалмах или в более известном псалме Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Царь Израиля тоже пастырь. И вот Сион, гора Сион, столица Израиля, Иерусалим, уподобляются этой пастушеской сторожевой башне. А царь, о котором говорится в 9 стихе, это пастырь Израиля. Лишить царя это лишить народ пастыря. Так понимали иудеи, над которыми царствовали преемники Давида, его потомки Давидиды, христы, помазанники, можно сказать, мащехи, которых скоро у Израиля не будет. И он будет схвачен муками, словно рождающие, окажется в мучении, в страдании, в плену. И пророк говорит, страдай и мучься болями, дочь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле и дойдешь до Вавилона. Слова эти исполнятся буквально. Горькая участь пленников, муки, словно у рождающей. Но эти родовые муки, перерождение, возрождение израильского народа, они пусть хоть и будут долгими, но они закончатся. И как мы читали в предыдущих стихах этой четвертой главы, наступят другие времена. Мучениям придет конец, и в новых поколениях уже, в поколениях те, кто возвратится из плена, этих мучений не будет, а будет благоденственное и мирное житие и радость. изобилие. Там, то есть в Вавилоне, будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. Очень важная концепция искупления, она присутствует у пророков и чем ближе к Вавилонскому плену и в самом Вавилонском плену эта тема все громче и громче звучит. Господь выступает в образе Гоэля, мстителя за кровь. Когда убит кто-то, то его ближайший родственник должен отомстить этому человеку. Не случайно в Израиле заповедано было определять для невольных убийц города убежище, чтобы там мог скрываться невольно убивший человека. Пока утихнет гнев мстителя за кровь и пока не сменится первосвященник, есть несколько обстоятельств пребывания в городе убежище невольного убийцы. И вот здесь Господь называется говорится, что он искупит, то есть он назван искупителем, вот этим Гоэлем, мстителем за кровь. Здесь также имеется в виду и выкуп раба. в рабстве оказался израильский народ и Господь его из этого рабства выкупает из руки врагов твоих. Вот эти две идеи мщения за кровь и искупление, то есть покупки раба, его освобождение этого раба. Я полагаю, обе эти идеи присутствуют здесь в 10 стихе. А теперь продолжает пророк собрались против тебя многие народы и говорят да будет она осквернена и да наглядится око наше на Сион. Почему она? Потому что город Ир в еврейском языке женского рода и Иерусалим и все другие города часть города Сион это тоже слова женского рода поэтому она вот этот образ женщины город Иерусалим в образе женщины предстает в замечательном поэтическом тексте очень важном и одним из самых красивых самых прекрасных самых выстроенных поэтических текстов древнееврейской поэзии в книге Эйха Плач называется эта книга Плач Иеремии и вот здесь тоже этот образ присутствует образ женщины Иерусалим это женщина она осквернена женщина захваченная в плен над которой надругались враги уподавляется город этой женщине а враги говорят да будет она осквернена и да наглядится око наше на Сион вот это вот злорадство что Сион пал и что храм сожжен и что потомки Давида больше не царствуют в Сионе в Иерусалиме вот это злорадство оно было не только у вавилонян даже не столько у вавилонян вспомним 136-й псалом по нашей принятой нами в русской традиции нумерации на реках вавилонских так называемый псалом и где не только окаянная дочь вавилона обличается но и Эдом Эдом Эдумеи которые злорадствовали говорили разрушайте они видели как вавилоняне разрушают Иерусалим науськивали их подначивали злорадствовали говорили вавилонянам разрушайте разрушайте его до основания Адгайесод Ару Ару Адгайесод этот город Иерусалим и за это за это их злорадство их как говорит пророк Овадья пророк Авдий и как говорят псалмы их ждет наказание наказание от Бога за это злорадство за то что они не питали братских чувств к своему братскому иудейскому народу были братья братья-близнецы Эдом и Израиль Исаф и Иаков родные братья а вместо этих братских чувств они питали чувство злорадства радовались когда видели бедствия своих своего братского народа и мы не должны злорадствовать друзья видя бедствия порой происходящее в тех или иных царства государствах многие из которых являются братскими нашему русскому народу если у них какие-то трудности какие-то испытания проходят эти народы не должны мы злорадствовать и не должны слушать и смотреть на тех кто злорадствует чтобы нам вместе с ними не уподобиться вот Эдому и Вавилонянам тоже и Эдомитянам и чтобы нам не подвергнуться пророческому обличению а через пророков обличению Господню но они не знают мысли Господних и не разумеют совета Его что Он собрал их как снопы на гумно вот эти все народы злорадствующие о гибели Иерусалима о бедствии израильского народа они будут собраны словно снопы на гумно провинциал селянин быть может пророк Михей он знал что такое сбор снопов на гумно снопы связывают после того как они будут срезаны серпом или какими-то другими инструментами связанные эти снопы колосси связанные с снопы относятся на гумно гумно обычно располагалось рядом с городом где-то на пригорке чтобы ветер легко уносил полову мекину солому и туда эти снопы сносятся и вот Господь здесь соберет говорит пророк эти народы как снопы на гумно стоит лишь потом кинуть туда в эти снопы искру и из этой искры моментально возгорится то пламя которое не оставит от этих злорадствующих злых людей собранных словно снопы на гумно ничего кроме пепла обращается Господь в заключительном стихе четвертой главы вновь ко своим собратьям израильтянам встань и молоти дочь Сиона ибо я сделаю рог твой железным и копыта твои сделаю медными и сокрушишь многие народы и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыке всей земли здесь Господь назван владыкой всей земли действительно он владыка хозяин всей земли не Ваал а Господь Бог Израилев и его Господний народ соберет все богатства народов для того чтобы их посвятить Господу как это было в древности здесь сравнивается народ уподобляется точнее народ с коровой или с коровой которая молотит вот эта вот молодьба на гумне молотят эти снопы привязывают такое 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 деревянное сооружение которое снизу в которое снизу воткнуты разные острые металлические чаще каменные предметы небольшие камни и с помощью этого вот с помощью этих деревянных больших деревянных досок с вставками каменными происходила молодьба как раз на гумне и вот этот инструмент таскали коровы и вот здесь это рогатая корова у которой железные рога а копыта у нее медные она молотит эти снопы а снопы эти это народы вот так дочь сиона израильтяне отомстят своим врагам они их измолотят буквально всех врагов а все что у этих народов они потом отберут они посвятят своему господу владыке всей земли пророчества Михея важное пророчество и о вавилонском плене о наказании и о возвращении из этого плена и восстановлении реставрации будут продолжены в следующей главах книги в которой мы вернемся запись делается для библейского портала экзегет отомстят отомстят